У Тумановой дом, добрый дом, в доме том, песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в Добром доме у Тумановой Ирины. Привет, ребята! С вами я, Ирина Туманова, в своем Добром доме. А поговорим мы сегодня о котах. Коты бывают разные. Вообще-то они хищники. Бывают злые, добрые, толстые, тонкие, бывают декоративные, бывают унысые, бывают домашние, а бывают уличные. Кот возил котлету лапой по паркету. Рыжий кот домашний за окошком лета. Где-то бродят мыши, кот о них не знает. Лишь одна котлета хищника спасает. Котлета, котлета, скользит по паркету, А кот видит уши и хвост. Он очень домашний, но слышал однажды, Что мыши бывают всерьез. Про сложный мышиный вопрос. Песенку спели Яна и Вероника Рожковские. Наш кот домашний и на улице никогда не был. Но он помнит, что родители у него были охотники. Наш кот хулиган. Он стащил со стола котлету и хочет с ней поиграть. Она пахнет мясом, как в дикой природе. И он хочет ее сожрать. Ребята, это правдивая история. У меня дома два кота. Рыжий, Рыжик и Кишуня. Эта история про них. Ох, за ними глаз да глаз. Обязательно что-нибудь утащим. Ребята, я уже говорила, что коты бывают абсолютно разные. А вот у нас в розовом моем чемодане целая куча котов. Посмотрите, из ткани. Вот такой же, как вот этот рыжий, пушистый, шерстяной. А этот просто тканевый. Вот смотрите, есть такая маска итальянская. Вот, я с вами сегодня Ирина Туманова. Я теперь кот страшный, ужасный. Вот, не бойтесь, не бойтесь. А вот еще один кот, который работал в кукольном театре. Это кошечка. Но только лет ей очень много. Ей уже больше 50 лет. Но она все равно мяукает, ласковая и очень любит детей. Вот, есть еще целая семья деревянных котов. Вот, смотрите, они тут рядом со мной. И вот коты керамические, которые собрались на мотоцикле, на прогулку. Это влюбленная пара. Это папа и мама. Мама в шляпке, а папа за рулем. Вот такая у котов история. Котлета, котлета, скользит по паркету. А кот видит уши и хвост. Он очень домашний, но слышал однажды, что мыши бывают всерьез. Про сложный мышиный вопрос. Да, ребята, вот такие вот коты. О, так вот они, те мыши. Помните в припеве? Наш кот вместо котлеты видит мышку, уши и хвост. Он домашний. Но он теперь уже знает, что мыши бывают всерьез. Ему бабушка рассказывала сказки. Вот такие вот мыши снятся ему по ночам. Ребята, присылайте на мою электронную почту истории про своих домашних питомцев, про котов, фотографии, рисунки. Буду ждать. Да, друзья мои, а любите ли вы мышей? Ой, нет, я хотела спросить, любите ли вы котлеты? Полезная и вкусная еда. Но пора прощаться. С вами была я, Ирина Туманова. Мои коты. Вон целое семейство и передача «Добрый дом». Ой, надо пойти посмотреть, не стащил ли кот котлету. Пока-пока-пока-пока-пока. У Тумановой дом, добрый дом в доме Том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день В добром доме у Тумановой Ирины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова